Фокус на здоровье. Бобруйский в самом разгаре, вакцинация против гриппа. Если вы любите своего ребенка, его нужно приверить. Кому показан укол здоровья? Жуткая находка. В Костюковическом районе опознали труп, обнаруженный во время уборочной в поле. Провели генетическую экспертизу. Кем оказался умерший? На культурной ноте делегация Кыргызстана посетила Бобруйск. Очень такое теплое впечатление. Чем полюбился город на Березине? А также поле для обсуждения и непогода, непогода. Теплый конец октября подарил белорусам надежду на такой же ноябрь. Что говорят метеорологи? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко принял участие в Международной конференции по евразийской безопасности. В своем выступлении президент затронул самые актуальные вопросы политического, экономического и общественного развития. Глава государства отметил, сегодня мир остро нуждается в честном разговоре и беспристрастных оценках происходящего. По мнению белорусского лидера, в сложившейся обстановке необходимы деятельные и весомые организации и объединения. Игроки, способные противостоять мировой гегемонии Запада. В Европе сегодня огромное количество проблем. Война идет. А у нас же есть целая организация. Не знаете, как она называется? Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОБСЕ. Чем она занимается? Почему до сих пор не собрались люди, сколько там, 35 государств, по-моему, не сели за стол переговору и не начали разговаривать? Как будем жить дальше? А потому что некоторые неевропейские государства, которые влезли к нам сюда, этого не хотят. Географически, находясь в сердце континента, Беларусь также последовательно выступает за указанные инициативы и проводит миротворческую политику. Нас в этом не упрекнешь. Нас в этом не упрекнешь. Участник хозяйства обнаружил скелетированный труп. Документа, удостоверяющих личность, на месте не оказалось. Рядом лишь ботинки и одежда. Правоохранители предположили, останки могут принадлежать пропавшему в мае жителю одной из близлежащих деревень. В целях установления личности умершего судебные эксперты по останкам и биологическим образцам родных братьев пропавшего сельчанина провели генетическую экспертизу. Результаты исследований позволили подтвердить, что умершим является 49-летний местный житель, о судьбе которого последние месяцы ничего не было известно. В ходе проверки обстоятельств, которые указывают на криминальный характер смерти сельчанина, не установлено. Диалог с открытой душой. Председатель Бобруйского горисполкома провел традиционную встречу с молодыми специалистами. 15 новых сотрудников завода КПД в этот день отправились на мусоперерабатывающий завод. Игорь Кисель провел экскурсию, показал все линии и их предназначение, обозначил основную работу предприятия. Параллельно молодежь задавала все волнующие их вопросы. Среди них городские проекты, благоустройство, условия на рабочих местах и даже о личной жизни председателя. В конце – участие в главном белорусском флэшмобе последних дней. Думаю, что ребятам это поучительно. В дальнейшем некоторые ребята учатся, как я и в шутку сказал, что дипломный проект будете разрабатывать по этому заводу. Конечно, ребятам удачи, потому что и сегодня отрадно было слышать, что ребятам помогают наставники осваивать эти профессии. Больших вопросов не было, но, естественно, все жизненные вопросы, которые мы сегодня задавали, мы обсудили. Это была дружественная, теплая встреча. Нам понравилось здесь. Было интересно посмотреть, как, что внутри, как происходит весь процесс. Игорь Николаевич нам ответил на вопросы, которые мы задавали. Нам были интересны. В общем, все было классно. Мы сняли классный флэшмоб. Игорь Николаевич с нами поучаствовал. Кроме того, в этот четверг прошел тестовый запуск конвейерных линий завода. Предприятие станет одним из самых больших в стране. Масштабный объект обеспечит около 150 рабочих мест. Будет обслуживать Бобруйск и пять прилегающих районов. Общий объем переработок рассчитан на 100 тысяч тонн в год. Открытие ожидается в первой половине ноября. В городе продолжается активная иммунизация против гриппа. Прививку важно сделать как взрослым, так и самым маленьким. Какие вакцины в топе и почему стоит заранее позаботиться о своем здоровье, знает Юлия Вернер. Грипп и острые респираторные вирусы – самые распространенные в мире инфекционные заболевания. Масштабная кампания по профилактике гриппа в Бобруйске стартовала 3 октября и не сбавляет обороты. Поликлиники полны желающих сделать укол здоровья, дабы избежать неприятных последствий для своего организма. Привиться можно как бесплатной вакциной российского производства, так и французской на платной основе. Защитный эффект, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до года. Вакцины используются трехвалентные и четырехвалентные. Трехвалентная – это гриппол плюс российского производства, четырехвалентная – это вакси-грипп производства Франция и производства Нидерландов. Прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учебы и работы. Перед уколом здоровья обязателен осмотр врача и измерение температуры тела. Родители каникулярное время используют эффективно. «Защитить свою семью от осложнений и болезней. Мы всегда всю семью вакцинируем, все дети и мы». Грипп – острая респираторная инфекция. Один больной человек способен заразить от 7 до 12 окружающих. Заболевание опасно развитием серьёзных осложнений – пневмонии, синуситов, отитов и множество других. Чтобы защитить организмы и людей рядом, крайне важно своевременно обезопасить себя. В этом сезоне планируется привить более 45% детского населения. «На сегодняшний день вырастает количество лиц, взрослых, которые отказываются прививать своих детей. Особенно это актуально для детей, которые вот в этом году у нас корь прошла, коклюш, который дали. Дети болели непривитые и болели достаточно тяжело. Вот буквально мама была недавно на приёме меня, вообще ни одной прививки. И жалуется на то, что ребёнок ежемесячно болеет. А как он не будет болеть? Он совершенно непривитый, посещает детский коллектив». Привиться нужно не только детям, но и взрослым. В группе риска беременной женщины – лица старше 65 и страдающие хроническими заболеваниями. Особенно важно вакцинироваться тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей – работникам торговли и общественного питания, коммунальной сферы и других. «Вакцинация – это первая очередь то, что мы должны сделать для того, чтобы обезопасить наших детей, собственное здоровье и окружающих. Если будет микс инфекция, будет болеть ребёнок или взрослый человек не так, как обычно. Он будет болеть тяжелее. Будут страдать органы от головного мозга, печени, лёгких до мышц. То есть весь организм страдает более серьёзно, чем при обычном заболевании. Это нужно помнить и прививаться обязательно. По поводу детей я бы сказал одно – если вы любите своего ребёнка, его нужно прививить». Чтобы не подцепить опасный вирус, достаточно придерживаться советов врачей. Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания. Соблюдать респираторный этикет и правила гигиены, вести здоровый образ жизни. Однако главной рекомендацией медиков остаётся вакцинация, ведь профилактика – лучшее лекарство. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Искусство не знает границ. Дни культуры Кыргызстана впервые прошли в Беларуси. Насыщенная программа гостей не обошла стороной и Бобруйск. К культурному променаду присоединилась Елизавета Липеева. Знакомство с творческим потенциалом города гости из Кыргызской республики начинают с визита в художественный музей. Здесь культурный экскурс проводит лично директор обители искусства. Делегация не упускает возможности пообщаться и с автором одной из выставок. Художник Анатолий Концуб с радостью отвечает на все вопросы. Помимо позитивного спектра эмоций, гости увозят с собой памятный сувенир. У нас сложилось очень такое теплое впечатление от нашего визита. Мы уже чувствуем себя как дома. Для нас это большая честь познакомиться с работами очень известного художника. Среди наших коллег тоже есть члены Союза художников Кыргызстана. И как он отметил, здесь чувствуется теплота в этих работах. В насыщенной программе экскурсии по Краевеческому музею делегаций с дружественной стороны проникается богатая история города на Березине. Они проходят и мимо зала, пронизанного памятью о героях Великой Отечественной войны. Впечатление колоссальное. Очень прекрасные экспонаты здесь. И вот такие музеи – это бесценное богатство, которое вечно будет славить ваш народ. Поэтому дай бог, чтобы наша дружба крепла. За круглым столом в непринужденной обстановке гости из Кыргызстана общаются с председателем Бобруйского горосполкома во главе угла культурный форум «Творческий потенциал города». Официальная часть визита разворачивается на сцене театра драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича. Одним из главных событий в жизни нашего города является международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» и плейнер по керамике «Арджижи», объединяющий народы и культуры, воплощая в себя все лучшее, что было унаследовано от предков, демонстрируя исторические и национальные традиции. Ответный жест. В вихре творчества красотой поражает концерт с участием коллектива в Кыргызстане. На роскошные костюмы, живая музыка, слаженность движений сливаются в настоящий праздник искусства в театре «Аншлаг». Рады видеть, конечно же, наших друзей из Кыргызстана. Постарались мы за этот короткий промежуток времени показать нашу жизнь в Бобруйске, культурную жизнь, самобытную, интересную, конечно же. Мы приглашаем их на «Венок дружбы», и на «Арджижи», и на всякие другие различные мероприятия нашей культурной жизни. Поэтому мы Бобруйск – город гостеприимный, всегда рад видеть гостей. Со всем радушием частичка национального крыгызского колорита остается в сердце каждого зрителя. И, несмотря на языковой барьер, затрагивает все струны души. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Подходит к концу затянувшийся период спокойной золотой осени. Беларусь ждет похолодания с дождями и порывистым ветром. В стране начинается период предзимья. Чего ждать от пятницы 1 ноября, знает Виталий Гаврусев. А что будет завтра? А завтра приходит ноябрь. В тревоге закружится легкий оторванный лист. Он в ветре прохладном немного продрог и озяпну. Что тут поделать? Природы – осенний каприз. Октябрь прощается с белорусами на минорной ноте. А вот уже первого числа на большей части территории страны пройдут дожди. Прогнозируется усиление ветра. Температура воздуха ночью 2,9 градусов выше нуля. Днем – 7,14, со знаком «плюс». У побережья американского штата Орегон зафиксировали землетрясение магнитудой 6 баллов. Эпицентр находился недалеко от города Юджин, где проживает не менее 163 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о разрушениях или пострадавших нет. Южно-китайская провинция Хайна, неизвестная как Китайский Гавай, была подвержена вторжению очередного тропического циклона с рекордными дождями, которые не утихали три дня подряд. Из-за сильных осадков остров наполовину погрузился под воду. Ноябрь обещает быть месяцем мощных магнитных бурь, которые могут оказать существенное влияние на земную магнитосферу. Наиболее интенсивные ожидаются 24 и 25 ноября, когда сила вспышек на Солнце достигнет пика и увеличится до 5 баллов. Опросы показывают, от 50 до 70 процентов людей испытывают различные симптомы во время геомагнитных возмущений. Согласно предварительному прогнозу, в предстоящие выходные осень выйдет на заключительный этап предзимья. Ночью и утром на большей части территории днем местами по стране пройдут кратковременные осадки. Ночью и утром возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедится. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok